Кадеты претендуют на роль историков. Ученики восьмой школы внесли немалый вклад в детальное изучение событий 1812 года. Они одними из первых увидели новый обелиск, посвященный ополченцам. На скором открытии памятника эти ребята будут играть ведущую роль. Для меня это очень сильно гордость за тех, которые, если бы не было защиты, если бы нас бы не было. Организационное собрание с кадетами проводит главный художник города Александр Мустафин. Памятник в его исполнении получился простым, но торжественным. На обелиске можно увидеть двуглавого орла, императорский крест Александра I, а также обе стороны медали за участие в войне 1812 года. И главное, наверное, не в том, что мы смогли поставить какой-то обелиск, а главное то, что мы открыли неизвестную, совершенно забытую историю нашего. Нашей маленькой родины, Химок. Потому что никто не знал, что здесь происходили очень значительные и важные события, военные события в 1812 году. Александр Мустафин рассказал, историческая информация собиралась им три десятка лет. Он установил, что из деревень, располагавшихся на современной территории нашего города, в ополчение ушло более 200 человек. Кроме того, на Химкинской земле состоялось небольшое, но важное столкновение между французским авангардом и русскими частями. Событие, которого ждали давно. В городе наконец-то появится памятник войне 1812 года. Его открытие должно было состояться еще месяц назад, однако его пришлось перенести. Сейчас рабочие заканчивают последние приготовления. Открытие назначено на эту пятницу, 26 октября. Артем Макаров, Олег Гордеев, Служба новостей.